Если они новорожденные, они... Там яички, там опять много яичек, да, у нас? Вот, 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 белый, вот, белый, видно. А вот сколько? Светленький, значит, он только вылупил. Да, и матка сколько опять нанесла. А вот их... Арена. Арена, шанат. А это их крышка. А мы уже все знаем, да? Угу. Я в интернете насмотрелся. Я тоже насмотрелся. Новые яйца. Мам, смотри, один золопился. Угу. Нет, он еще в яичке. Нет, один. Он еще в яичке, там просто очень тонкая оболочка. Он должен быть прям беленький-беленький. А сейчас он такой коричневый еще. Ну да. Коричневатый, он еще не вылупил. Там просто тоненько-то тоненько. Мам, я еще... А вот этот вылупился, вот этот. Потому что видно, что он уже это чуть побелел. Видите, нарвали уже красную смородину. Я пересыпаю. И черную. Сейчас буду все убирать в холодильник. В морозилку вернее. Григорий, в общем, ходит сейчас на английский. Два раза в неделю 400 рублей. Это стоит удовольствие. Даже задают домашнее задание, да? Круто. Так что теперь нужно все. Мы берем пропись, тетрадь и покажи еще что. И завели общую тетрадь, чтобы туда как некие правила, да? Как правила, да. В общем, учим грамматику. Ну, не учим, повторяем за весь второй класс. Еще мы перескочим говорили на третий. А, чуть, да? Я уже дома. Ездила на чердак. Антоша день рождения думали сделать на чердаке. В общем, там нам все посчитали. Аренду зала, посуду, шарики. Ну, все по некому стандарту аниматоров. Поэтому вот. В общем-то, в принципе, с едой получилось где-то 17 тысяч. Вот без еды 2... Ой, 8 250. Это аренда зала и всякие тарелочки, стаканчики, шарики в стиле черепашки-ниндия. Антоша хочет и плюс 4,5, либо 3,800. В зависимости от программы аниматоры. И еда. То есть, это примерно 17 тысяч. Так что мы сейчас все подумаем. Как и что нам лучше сделать. И подумаем, дома или на чердаке. Пока надо подкрепиться на голодную. Я вообще думать не могу. Борщ, черный хлеб, компот и вчерашняя камышеватская курица. Никак мы ей не можем осилить. Так, все. Мы все обсудили. По поводу дня рождения. Будем все-таки на чердаке. Пригласим аниматоров. Вроде бы химическое шоу. Будет 3,800. У анимашек это стоит. И пиццу закажем, картошку фри. Я, может быть, наггетсов поджарю. Так что, как-то так. Ну, так думаем. Дальше будет видно. До 4, 4 это уже следующая среда. Буду сейчас замораживать ягоды. И жерделку Григорий собрал. Ой, Григорий. Антон Сергеевич. Она тяжеленькая. Кто, жерделка? Ну да. Патрук. Ну, конечно, она тяжеленькая. Она просто круглая, и у нее шарики. А это легко. У нее маленькие. Ну, у нас красная меньше всех сморода. Угу. Да, черная побольше, да? Черная побольше, а это уже ягоды. Да. Нет. Ну, по ягодам у нас занимает первое место черная. Нет. Как там у нас куст растет? Кружевник? Кружевник. Он же больше... Угу. Первое место кружевник, второе, а это третье. Угу. А это вообще первое, 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 первое. У нас на улице просто жара, жара. Я тут еще под кондиционером пеку пряники. Вот, там свадебные комплименты. Много-много пряников. Поэтому мне надо приготовить супер-быстрый ужин. Сделаю макароны и поджарочку без мяса с чем-нибудь, типа кабачки, морковка. В общем, что-то вот в этом роде сейчас приготовлю. Я вышла на поиск огурцов. Хочу сделать салат и макарошки на ужин. Поэтому сейчас будем искать огурцы. Ага, вот уже первым. Есть. Ну, мне надо так, на салатик. Я все собирать не буду, потому что на улице просто супер-жарко. Поэтому... Но уже вечером надо будет собрать. А то они раз... Толстеют и пожелтеют. Так, сейчас еще надо пойти и кабачков. Так, и кабачки нужно еще найти. Ага, вот и кабачочки. Они тоже колючие. Кабачки даже супер-пупер колючие. Их вот трудно срывать. Нужно вот так крутить. Сейчас еще, наверное, один найду. Ага, он с другой стороны. Опа. Это, наверное, тоже. Как хорошо, что Антошка нам за английский напомнил, да? А то ему чуть не забыли про английский. Зачем? Антошка говорит, не забудьте сегодня на английский. А сейчас уже без 15.05. Так что сейчас поедем. Опаздывайте. Угу. Грис, где ты можешь отдать в трасс? Да он положил же ее. Гриса уже английский. Вот она. Покажи. Ну, вон она там лежит. А, вот она. Что здесь? Так, Антон Сергеевич. Слушай, а здесь уже... Она на другой странице. Антошка, положи, пожалуйста. Давай, давай, перекрестись. Что там написано? Гришуль, только воду в этот, в свой, наверное, спортивный рюкзак, чтобы она сейчас не намочила тебе весь английский. А я пойду закрыть. А может, ты знаешь что? Может, мне просто так? Ну, или просто так. Давай, вот на спе одевай. Давай, Гришуль, поехали. По мне туда ехали. Ты будешь кушать даже салатик? На моленье. Наложить тебя? Да. Папа всех забрал, и Марго из садика забрал, да? Зоечка, правда, сегодня полдня. Да, она не спала, она же там заплакала. Чего? Ну, и воспитатели позвонили, сказали, забирайте ее. Так, у меня, в общем, пряники, пряники, и сейчас вот еду за Григорием забирать его с каратэ. Чуть не опоздали на английский, но все нормально. Мы как растителька в тетельку успели. Вот, и я даже из-за пряников забыла про то, что нужно готовить ужин. Так что на ужин у нас были макароны и салат. Даже не стала ничего тушить. Купила единственное мяско, уже маринованное, я запекла его в духовке. Так что вот, кто захочет попозже покушать мясо, макароны и уже салата нет. Салат у нас за 5 минут съедается. И сегодня у меня еще на ночь тоже, вот сейчас 40 пряников сделала, еще 30, плюс к ним нужно будет сделать потом окантовку и этот, окантовку и напечатать рисунок. У меня такая программа максимум на ночь, причем это мне безумно нравится. Ну, не то что на ночь, вот сейчас только 7 часов, ну, 7.15, поеду Гришку заберу и буду продолжать. Это не так уж долго, но занимает время, конечно, тоже. Ну, приятно, приятно проводить такое время. Я тут еду и не пойму, это голубь такой огромный сидит или это какая-то другая птица. потому что, как бы, крылья это не голубиные. И так прям парит, знаете. Чуть я не видела у нас таких птичек больших, но это прям не орел, я думаю, но что-то очень такое мощное. Покосили тут, не знаю кто, но ехать еще бы с этой стороны покосили. Потому что вот сейчас еще подсолнечник здесь. Я думала, что здесь свеклу посеяли, но нет, это подсолнечник. И получается, когда он будет вот за поворотом, не будет даже видно, есть ли тут машина или нет. Вот это тоже опасный поворот такой. Марго с дедушкой. Нет, мы ничего не купили. Дедушка сейчас Маргариту заберет. Как у дедушки? Нет, ты только можешь проехаться с дедушкой, выехать сюда. Будешь выезжать? Нет, мы за дедушкой. Все, Марго с дедушкой. Так, кепочку, юбку, да, Марго? Почему сюда? Не сиди баб. А что, Аня уже дома? Кто? Где-то Вера. Где-то Вера, по-моему, да. Нет, не знаю. Все, сейчас Афоню будем забирать. Да. И мы зайдем, да? До свидания. До свидания. Сейчас они прямо туда, да? И потом зайдем? Да, давайте. Да, сейчас они завернут, да? Да. Да. Почему Марго уехала? Почему Марго уехала? Потому что мамочка ее там ждет дома. На туалет дома? Я не знаю. Я же не знаю, котик. Ты на тракторе? Хорошо каталась? Ты на тракторе? Мам, ну, один какой-то возьмите куст, да, и весь куст оборвите. Да, 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 или один куст. Все, вот заготовочки готовы. Их, правда, еще не 120 штук, 77, но... Сейчас 60 штук сделаю с печатью молодоженов. Вот таким вот силуэтом будут пряники. Ура, за 60 минут я распечатала 60 пряников. Потому что их не так уж и просто, знаете, не просто положил пряник и печатаешь. Потому что нужно найти середину, причем в каждом прянике. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, что нужно точно все это положить. Вот, так что все готово. 60 пряников практически готовы. Осталось здесь делать розовую окантовочку. Вот, не знаю, сейчас этим заниматься или идти спать. Сейчас еще подумаю.